Здравствуйте! Тема нашего с вами сегодняшнего урока – основные положения эволюционной теории Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года в семье врача. За годы своего обучения в Университетах Эдинбурга и Кембриджа он приобрел глубокие знания в области зоологии, ботаники, геологии. Огромную роль в формировании его научного мировоззрения сыграла книга знаменитого английского геолога Чарльза Лоэля. В своих работах Лоэль говорил о том, что современный облик Земли формируется под влиянием тех же условий, которые продолжают действовать и по настоящее время. Также Дарвин был знаком с работами первых эволюционистов, среди которых был Ламарк и его дед Эразм Дарвин. Решающим поворотом в судьбе Дарвина стало его участие в кругосветном путешествии на корабле «Бигль» в качестве натуралиста. Это путешествие Дарвин совершил с 1832 по 1837 год. По словам самого Дарвина, самое большое впечатление в этом путешествии на него произвели следующие факты. Первое – открытие гигантских ископаемых животных, которые были покрыты панцирем, сходным с панцирем современных броненосцев. Второе – то обстоятельство, что по мере продвижения по материку Южной Америки близкородственные виды животных замещают одни других. Третье – тот факт, что близкородственные виды различных островов Галапагосского архипелага незначительно отличаются друг от друга. Было очевидно, что такого рода факты, так же, как и многие другие, можно было объяснить только на основании предположения, что виды постепенно изменялись, и проблема эта стала преследовать меня. Так он пишет в своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора». По возвращении из плавания Чарльз Дарвин начинает обыдумывать проблему изменяемости видов. Он рассматривает разные существующие на тот момент эволюционные теории, в том числе и теорию Ламарка, и отвергает их одно за другое, так как ни в одной из них он не находит объяснения фактов поразительной приспособленности живых организмов к среде их обитания. И то, что первым эволюционистам казалось изначально заданным и не требующим никаких объяснений, для Дарвина стало самым важным вопросом. Он собирает данные об изменчивости видов животных и растений в природе, а также в условиях одомашнивания. Через много лет, вспоминая, как родилась его теория, он напишет следующие строки. «Вскоре я понял, что краеугольным камнем успехов человека в создании полезных рас животных и растений был отбор. Однако в течение некоторого времени для меня оставалось тайной, каким образом отбор мог быть применен к организмам, живущим в естественных условиях». Как раз в это время в Англии горячо обсуждались идеи ученого Томаса Роберта Мальтуса о возрастании численности видов в геометрических прогрессиях. В 1838 году Дарвин скажет, что «я познакомился с книгой Мальтуса у народа населения». И так как я много лет наблюдал за живыми организмами в природе, то был уже подготовлен к идеям борьбы за существование. И тут я понял, что в результате этой борьбы благоприятные признаки должны сохраняться, а неплагоприятные – исчезать. И это должно привести к образованию новых видов. Итак, идея происхождения видов путем естественного отбора возникла у Дарвина в 1838 году. В течение 20 лет он работал над своей теорией. В 1856 году под давлением его друга Чарльза Лаэля он стал готовить свои труды к публикации. Но вот в 1858 году молодой ученый Альфред Уоллес присылает ему набросок своей статьи, в которой Дарвин встречает те же самые идеи. Идеи о наличии в природе естественного отбора. Дарвин хочет отказаться от публикации своей книги и только благодаря уговорам своих друзей о том, что его книга и статья Олеса должны выйти в свет в одно и то же время, Дарвин все-таки решается опубликовать свой труд. Его книга «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятных рас в борьбе за жизнь» выходит в свет в 1859 году. Успех этой книги превосходит все самые смелые ожидания. Эта книга вызывает похвалу у одних ученых и жуткую критику у других. Она, как и остальные труды, которые Дарвин выпустил позже, такие как «Происхождение человека и половой отбор», были переведены на множество языков и выходили огромными тиражами. Сущность дарвинской концепции сводится к ряду логичных и подтвержденных огромным количеством фактов положений. 1. Внутри каждого вида живых организмов существует широкий размах наследственной изменчивости по морфологическим и физиологическим критериям. Эта изменчивость может иметь качественный или количественный характер, но она присутствует всегда. 2. Все живые организмы размножаются в геометрической прогрессии. 3. Жизненные ресурсы любого вида живых организмов ограничены. И поэтому должна возникать борьба за существование либо между организмами одного вида, либо между организмами разных видов, либо с условиями окружающей среды. В понятие борьбы за существование Дарвин вкладывал не только собственную борьбу организма за выживание, но и борьбу за успех в размножении. 4. В условиях борьбы за существование выживают и оставляют потомство, наиболее приспособленные особи, имеющие те отклонения, которые в данных условиях среды оказались полезными. В этом и состоит главное отличие аргументации Дарвина от прочих эволюционных теорий. Отклонения возникают случайно, а не направлено в ответ на изменения окружающей среды. И лишь немногие из этих отклонений оказываются полезными. 5. Потомки организмов, у которых эти отклонения возникли, являются лучше приспособленными к условиям среды, чем организмы, их не имеющие. 6. Выживание и преимущественное размножение наиболее приспособленных организмов Дарвин назвал естественным отбором. 5. Естественный отбор отдельных изолированных разновидностей в разных условиях среды ведет к дивергенции, т.е. расхождению признаков этих разновидностей и в конечном итоге приводит к видообразованию. Главная заслуга Чарльза Дарвина состоит в том, что он установил механизм эволюции, в результате которого образовалось огромное многообразие живых существ и их изумительная, удивительная приспособленность к условиям окружающей среды. Этот механизм – постепенный естественный отбор случайно возникших наследственных изменений. Теория эволюции Чарльза Дарвина в корне изменила представление о развитии органического мира и стала колоссальным научным открытием XIX века. Ну что ж, а наш разговор на этом окончен. Большое вам спасибо за внимание.